Объясняем, почему одновременно существуют взаимоисключающие гипотезы о происхождении человека. От обезьяны и от богом сотворенной парочки, которая по совету рептилии съела запретный плод и начала плодиться и размножаться. Потому что существуют разные науки. Химия, физика, математика и эти разные науки изучают одну и ту же окружающую реальность и по-разному. Если вопрос о том, как возникла наша прямоходячесть, наши руки, наши ноги и наши мозги с разумом, то вопрос к археологии, которая по древним костями и орудиям труда объясняет, как выглядели и как жили наши предки. А если вопрос, как возникло христианское веручение с обрядами и культурой, то читайте Библию и толкователей Библии, не забывая о принципе историзма, на который религиозным проповедникам пофиг. Конфликт эволюционистов и креационистов, он же конфликт научного и религиозного учения о происхождении человека, происходит потому, что в церковных учебных заведениях до сих пор преподают морально устаревшие представления об эволюции. Работы Чарльза Дарвина в свое время были очень популярны, и их много кто справедливо критиковал, в том числе и духовенство. Но наука развивается, и какие-то гипотезы Дарвина подтвердились, какие-то опроверглись, а в церковных учебниках представления об эволюции так и остались на уровне середины 19 века в виде критики Дарвина. Потому что церковь по древней донаучной традиции ссылается не на современные научные публикации, а на высказывания древних христианских мыслителей. Здесь используется стандартный принцип мифологии, что раньше все было лучше, а поэтому и древние мудрецы были умнее нас. И в религиозных диспутах часто используется манипуляция. Ты что, святее святого Иоанна Богослова? А я не святее, а я умнее его. Вот это поворот! У меня есть научные знания, которых не было при жизни святого Иоанна Богослова. Православное образование формирует ошибочное представление об эволюции, как если бы вдруг на трассу гонки без правил выехали разные автомобили, они сталкиваются друг с другом, деформируются, и путем деформации от ударов появляются новые модели автомобилей. По сравнению с таким бредом, даже креационизм кажется более разумным и рациональным. А эволюционизм, который проявляется во всем и демонстрируется в любом музее, учит совсем не так. С точки зрения эволюции существует фото и видео архив городских улиц, датировку которого можно определить по множеству признаков, и из этого архива видно, какие автомобили были в какие годы и как менялась автомобильная инфраструктура. Это некий аналог того, как археологи определяют датировку костей и орудий труда, оставшихся от наших предков. Кроме того, имеются многочисленные дошедшие до наших дней детали автомобилей, по которым можно реконструировать целый автомобиль. Это некий аналог археологических находок. А еще имеются действующие станки и чертежи, с помощью которых можно изготавливать автомобили и детали автомобилей. И эти станки тоже эволюционируют вместе с автомобилями. Это аналог генетического кода и генной инженерии. Эволюция – это не только работы Дарвина, но и подтвержденные наблюдениями и экспериментами научные факты. Быстрее всего эволюционируют вирусы, становятся менее опасными, но более заразными. Но священников этого не учат, как будто они в 19 веке живут. Когда я учился на богословских курсах, то нам преподавали телегонию, существовавшая до появления генетики. Учение о том, что первый самец как-то влияет на все последующее потомство самки. Это преподносилось как научное доказательство важности целомудрия. Хотя больше годится для объяснения права аристократа на первую брачную ночь со всеми простолюдинками. А когда я училась, у нас в телегонию уже не преподавали. Даже богословское образование эволюционирует. Потому что в какой-то момент сверху пролетело указание, и все священники одновременно сменили отношения к телегонии. Выглядело это очень кринжово. Священник выступает перед аудиторией, и ему задают из зала вопрос про его отношение к телегонии. И он говорит, что это уже наука. А ему тут же показывают его же книгу, где он красочно описывает истинность и божественность телегонии, приводя доказательства. А ему пофиг. Говорит, ну да, я тогда заблуждался. А как тогда ему верить? А вдруг он и сейчас заблуждается? Продолжение следует...